ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветос, амигос, ну и вам привет, рабы-картошки! Даже после всех тех видео, что уже вышли на тему сравнения этих двух игр, меня продолжают спрашивать, почему я играю в Armored Warfare, но перестал играть в World of Tanks. Ну и естественным образом назрела идея сделать видео, в котором я в 10 пунктах расскажу, чем именно Armored Warfare для меня лучше, чем World of Tanks. Естественно, я как опытный диверсант и подрывник пердаков игроков-картохи знаю, к чему это приведет. Однако, помимо стандартного мата и дислайков, хотелось бы, чтобы вы в комментах описали конкретно после этого видео и в каком из пунктов я оказался неправ, по вашему мнению. Итак, 10 фактов, почему Armored Warfare лучше, чем World of Tanks. Сразу оговорюсь, что расставлены факты более-менее в порядке значимости. Итак, первое это слоты для танков и места в казарме. Вы видите, как много танков скопилось в моем ангаре за то время, что я играл в World of Tanks. Большинство из этих слотов мне приходилось покупать за донат, потому что они в этой игре жестко ограничены. Либо вы можете продать танк, который вы уже прошли, даже если он вам нравится, ну или план Б, это подождать Новый год, либо День рождения Wargaming, когда вам подарят какое-нибудь ненужное дерьмо второго левела, чтобы вы его продали. И таким образом получили халявный слот. И ровно то же самое происходит в казарме, она постоянно переполнена. Потому что чем больше у вас танков, тем больше у вас экипаж на этих танков, тем меньше места в казарме. И рано или поздно вы столкнетесь с проблемой, когда не сможете высадить в казарму очередного радиста. И придется его либо демобилизовывать, что жалко, потому что он перкованный, либо донатить и покупать новые койко-места в казарме, по акции или без. В Armored Warfare никакие слоты покупать не нужно. Они предоставляются при покупке техники бесплатной в любых количествах. Вы купили новый танк, вы получили слот. Вы продали танк, вы потеряли слот. И так до бесконечности. Никакой казармы с ограниченным количеством мест в игре тоже нет. Каждый танк приобретается с новым экипажем, который прокачивается отдельно. Кстати, довольно быстро, в течение 15-20 боев. И это второй пункт. Дело в том, что World of Tanks для того, чтобы добиться перкованного экипажа, начиная с 5-го левела, его нужно с танка на танк пересаживать, теряя опыт, набранный на экипажа, либо донатить, чтобы его не терять. Циме с этой ситуацией в том, что переученный на управление новой техникой танкист мгновенно разучивается управлять старой. И если по какой-то причине вы хотите оставить у себя в ангаре предыдущий танк из ветки, вам нужно нанимать новый экипаж и начинать его прокачивать. Либо каждый раз, когда вам захочется на нем поиграть, пересаживать на него старый экипаж и донатить на пересадку без потери опыта. Игроки же в Armored Warfare, поскольку получают с новым танком и новый экипаж в придачу, от этого геморроя полностью избавлены. Ибо для того, чтобы прокачать этот самый экипаж, не нужно задрачивать 200 боев, достаточно 20. Следующий пункт, наверное, является самым больным местом мира танков. Это снаряды имени разработчика. С первых дней игры снаряды, не являющиеся обычной болванкой, а кумулятивные или подкалиберные, продавались за ДЕНЕТ. Видимо, продавались они не очень, потому что в один прекрасный день, под тупым предлогом развития киберспорта, эти снаряды стали продавать за игровую валюту. Каждый такой снаряд стоит намного дороже, чем обычный. Он наносит столько же дамага, но без проблем пробивает тяжело бронированные цели. То есть бичевать стали тяжелые танки и бронированные ПТ-хи. Безусловно, это решение избавило игроков от необходимости ДЕНЕТИТЬ на эти снаряды, но привело к острой необходимости ДЕНЕТИТЬ на премиум технику и премиум аккаунты, в том случае, если игрок испытывал необходимость этими снарядами пользоваться. В Armored Warfare также, помимо бронебойных, есть кумулятивные снаряды, но стоят все снаряды в игре одинаково. Реализован же кумулятивный снаряд следующим образом. Он имеет больший дамаг, но меньший пробой, и вообще не может пробить защитные экраны и динамическую защиту. Так что игрок, желающий наносить больший дамаг, вынужден выцеливать незащищенные от этого снаряда места. Пункт четвертый практически мой любимый. Дело в том, что убыточная игра на поздних левелах приводит к необходимости покупать премиум технику. И, наверное, все игроки в картохе знают, что хорошо в этой игре фармит только техника восьмого левела, соответственно, которая самая дорогая. Чем дороже танк, тем он лучше фармит. Давайте же сравним цены на эту премиум технику с учетом новогодних скидок в мире танков. Стать обладателем премиума Т-54 можно за 1600 рубасов. За шестой ИС придется выложить немножко. Больше 2200. И это с учетом новогодних скидок. Отдельно хотелось бы сказать, что вся премиум техника в игре лютое говнище, и игра на ней не доставляет абсолютно никакого удовольствия. А если ваш премиум танк не говно, то очень скоро им станет, благодаря политике нерфа. В Armored Warfare годно фармить можно на танке, начиная с четвертого левела, цена которого составляет 200 рублей. Если же хочется фармить чуть лучше, можно раскошелиться на 700 и купить машину шестого левела. Премиум техника в этой игре идет вровень с машинами своего левела, очень часто попадает в топ, отчего фарм на ней довольно легкий и ненапряжный. Пятый пункт для меня лично является самым большим бичом мира танков. Это карты, которые маленькие по размеру и сделаны по одному стандартному шаблону. Стандартная, с каждого респа есть три направления. Одно направление для тяжелых танков, второе для средних танков, третье для того, чтобы слиться. Эта шаблонность и размеры карт не дают игрокам пространство для маневра, и весь геймплей сводится к тому, что каждая команда занимает свои точки за домами, камнями и в кустах, и начинает друг друга из-за них выковыривать. Как следствие, на каждой второй карте геймплей невероятно уныл и однообразен. Ибо каждый раз на одной и той же карте, на одной и той же технике приходится делать ровно одно и то же. Каждая карта в Armored Warfare по ощущениям больше как минимум в половину. А поскольку скорость у техники в этой игре намного выше, чем в мире танков, пространство для маневра есть всегда и везде. Всегда можно быстро переместиться с одного фланга на другой или выйти противнику в тыл. И что немаловажно, из-за размера карт центральное направление не простреливается со всех сторон. И оно так же играбельно, как и другие. Для сравнения попробуйте проехать в Малиновке по полю или в Карелии по центру, поймете о чем я говорю. Пункт шестой это арта, количество которой в боях разработчик никак не хочет ограничивать, как не хочет и резать ей дамаг. В итоге мы имеем абсолютно дикий урон, который наносит эта техника по задевавшимся игрокам, неосторожно высунувшимся из-за камня. Из-за чего именно арта решает в этой игре, кто куда поедет. Я сейчас говорю в основном о тяжелых танках, которые если поедут туда, куда едут СТ, тут же наполучают чемоданов, поэтому они едут и на то направление, которое артой не простреливается. Или простреливается плохо. Ибо если тяжелый танк решит разнообразить свой геймплей и поедет не туда, куда должен, а туда, куда хочется, он тут же выхватит фугасом побалдея, после чего довольно скоро отправится в ангар. Вармард Ворфер количество арты ограничено двумя единицами на команду. Дамага прямыми попаданиями она наносит в 2,5 раза меньше, однако при этом она стреляет в 2 раза чаще и в 2 раза точнее. Стоит же также заметить, что и живучесть у танков в этой игре в 2 раза больше. Поэтому арта Вармард Ворфер хоть и вредная, но не вызывает такого дикого бадхерта, как арта из мира танков. К тому же, о каждом выстреле арты по вам вас информируют надписью на экране. И если расстояние между вами было достаточно большим и вынесло упок, вы успеваете отъехать от его чемодана. Пункт 7 касается геймплея на арте для любителей этого класса. В мире танков геймплей на арте довольно унылый монотонен. Долгая перезарядка, низкая точность, клянчить, чтобы вам посвятили, высматривать вражеские трассеры, а уж попадание на арте на такие потрясающие карты, как Энск или Химмельсдорф, вызывает просто несказанную радость. В Armored Warfare, как я уже сказал, арта стреляет очень быстро и очень точно. Для нее нет неиграбельных карт. Нет нужды мониторить вражеский лес в поисках вражеских трассеров. Каждая арта после выстрела выдает свою позицию для врага на мини-карте. Также нет необходимости клянчить под свет противника. У каждой арты, начиная с 6-го левела, есть световой снаряд. Вдобавок, есть еще снаряд дымовой, для того, чтобы выручить кого-нибудь из своей команды в экстремальной ситуации. В итоге, геймплей на арте в Armored Warfare проходит намного бодрее. В основном за счет того, что артоводы начинают высвечивать друг друга и пытаться друг друга слить, знай только уворачивайся. Ну а заняв место в укрытии на картах, где оно есть, можно чрезвычайно интенсивно и результативно дамажить по танкам врага, что намного веселее, чем ждать полуминутную перезарядку. Пункт 8 это исторические рамки игры. Страдают из-за них, правда, в основном любители немецкой техники, потому что именно в этой ветке машины Второй мировой вынуждены соперничать с машинами времен разгара Холодной войны. Образно выражаясь. К тому же, многие из них существовали только на бумаге, многие только в виде прототипа. В итоге шел играть во Вторую мировую, а попал в какую-то параллельную вселенную. И как бы сильно не занижали параметры техники 50-х годов и как бы не притягивали за уши параметры техники Второй мировой, все равно бои с участием Мауса и какой-нибудь из других топовых машин, все равно выглядит как избиение дедушки. Поскольку Armored Warfare это игра про современные танки, в топе у Германии наконец-то не убогий кирпич на гусеницах, а вполне современная машина, как и у всех других стран. И хотя от элемента баланса никуда не деться, конкуренция вполне адекватная. Разница по времени выпуска у техники минимальная и не бросается в глаза. Пункт 9. Всем известно, что игра на стоковой машине это боль, унижение и слив статы. Танк не ездит нормально на стоковом двигле и уж точно никого не пробивает из стоковой пушки. А больше всего бесит то, что прокачку большинства танков нужно начинать с гусениц, которые увеличат грузоподъемность. Сделано это для того, чтобы как можно дольше продержать ваш танк в состоянии неиграбельного кактуса, и вы не выдержали, и задонатили на перевоз свободного опыта. Ну и обязательно донатили на голдовые снаряды, чтобы хоть кого-то пробивать из стоковой пушки. Вообще, конечно, каким бы ни было тупым исследование гусениц для танка, первенство тупизны прокачки безусловно принадлежит War Thunder'у, где нужно прокачивать огнетушитель и ремкомплект. Ну это так, правды ради. Warhammered Warfare, ненужная шелупонь в прокачке танка отсутствует. К тому же, опыт на прокачку машины и опыт на исследование следующего танка существует раздельно. Поэтому, в принципе, можно исследовать всё подряд, не экономить, ну и под конец ещё обменивать опыт на деньги. Ну а быстро и эффективно добывать этот опыт на стоковом танке можно в ПВЕ-боях с ботами. Ну а при жгучем нежелании играть на той или иной машине, можно пройти её в ПВЕ полностью. Ну и, наконец, десятый пункт. Это оборудование, устанавливаемое на танки. World of Tanks это различные конфигурации из просветлёнки, досылателя, стабилизатора и вентилятора. На подавляющем большинстве ваших танков наверняка стоит одно и то же, потому что выбор оборудования крайне невелик. В Armored Warfare половина оборудования имеет двойные бонусы, то есть к урону, допустим, и прицеливанию, к скорости и разгону, к дамагу и точности, ну или к чему-то одному, но большой. Что вместе с перками командира танка, который для каждого танка выбирается по отдельности, позволяет настроить каждую машину под свой стиль игры. Стреляешь издалека, прокачивай точность, воюешь вблизи, прокачивай дамаг и скорострельность, ну и прочие конфигурации по ситуации, что позволяет сделать удобной игру практически на любой машине. Одиннадцатый пункт, что называется бонусный, он в официальный список не входит, касается он только тех, кто играет в мир танков с модами. Дело в том, что единственное, что удосужился разработчик мира танков запилить за пять лет в интерфейс, это время перезарядки к прицелу. Для всех прочих удобств, большинство игроков вынуждено скачивать модпаки, отписывающего на мониторы мальчика и компаний. И после каждого обновления начинается томительное ожидание, когда же на форуме этот самый модпак кто-нибудь выложит. Разработчики Armored Warfare проапгрейдили интерфейс игры с самого начала. Здесь есть и дальность обзора, и панель нанесенного дамага, панель полученного дамага, время перезарядки, сигнала засветки без всякого перка командира, сигнала выстрели вражеской арты. В общем, не хватает только оленемеров, которые в большинстве случаев и смотреть-то страшно. Все же остальное, что необходимо для комфортной игры в интерфейс забито по умолчанию и никуда отсюда не денется. Ну и на этом собственно все. Больше видео по сравнениям этих двух игр вы можете найти в плейлисте, ссылка на который будет под этим видео, либо сразу на канале. Жду ваших бомбящих возражений в комментах. Адьос, амигас! Субтитры создавал DimaTorzok